Вот он. И еще вот так. Сегодня на обзоре последняя версия видеорегистратора 70Maya D007 с огромным дисплеем и Full HD камеры заднего вида с линиями помощи парковки. И этот регистратор достанется одному из моих подписчиков. О подробностях розыгрыша я расскажу в конце видео. А сейчас пришло время разобраться во всех подробностях. Без лишних слов. Погнали! Комплект максимально прост. Сам регистратор, АЗУ с одним USB входом для подключения в разъем прикуривателя, комплект проводов для подключения, шпатель для прокладывания проводов в салоне и инструкция по эксплуатации. Кстати, что неожиданно, с наличием русского языка. В коробке со второй камерой все куда проще. Комплект проводов для подключения вместе с камерой и выводом на задний ход, инструкция и все. Лишнего не нужно. Много говорить о технических характеристиках не буду, выделю лишь самое важное. Основная камера пишет Full HD, угол обзора 120 градусов, апертура 2.0. Задняя Full HD камера говорит о разрешении сама за себя. Имеет увеличенный угол в 135 градусов, диафрагму 2.2 и полную водонепроницаемость стандарта IP67. На торцевой части зеркала снизу расположены 5 функциональных кнопок. Сразу говорю, зеркало не сенсорное. И это не нужно. Лишние разводы, дело так себе. Сверху тоже без новшеств. Разъем для карты памяти и два входа. Для питания и камер заднего вида. Ладно, давайте подрубать. Один хороший человек сделал для меня простенький, но полезный девайс. И теперь я могу тестировать три регистратора одновременно, не выходя из дома. Это ли не чудо? А, да, чуть не забыл. После подачи питания и установки карты памяти регистратор приветствует и хвалится тем, что с его помощью безопасности прибавится. Далее стандартные процедуры. Обучение, установка даты и времени, ссылка на приложение для удаленного управления и просьба отформатировать карту. Ну, вроде вот все и готово. А, не совсем. С комнатным светом какая-то засада. Сейчас поправим. И знаете, что я хочу сказать? Камера не передаст того, какой яркий и сочный у него дисплей. Но дисплей не самое главное. Нам нужна качественная запись. Поэтому на тесты и взяли. Нажатием самой правой кнопки мы можем попасть в меню, где есть все настройки. Ничего особенного там нет. Единственное, что выделю, так это возможность установки изображения по умолчанию. Выбирайте сами, основная камера или задняя. Также вы можете совсем отключить какое-либо изображение. При этом запись будет продолжаться. Для этого достаточно нажать на среднюю кнопку. Теперь пора подрубить и вторую камеру. На первый взгляд, если задержка и есть, то она ничтожно мала. Все работает и вопросов у меня не возникает. По-моему, самое время двигать в автомобиль. Собственно, при первом подключении я столкнулся с проблемой того, что часть старого зеркала остается открытой. И только спустя несколько минут долгих разбирательств я понял, что зеркало вот таким вот образом сдвигается. И занимает почти всю площадь и смотрится более-менее презентабельно. Сейчас попробую его настроить и показать, как получилось. Ребят, в общем, в целом ситуация такая. Так как у меня камера уже одна установлена, мы решили немножко поколхозить. Что из этого получилось? Сейчас включена камера заднего вида на этом, собственно, зеркале. Как только провода подрубаются параллельно к лампочке заднего хода, то появляется линия разметки. И если это сделать нормально, вот мы их подрубили, соответственно, линия разметка появилась. Это говорит о том, что действительно все работает, и если вы будете делать все правильно, то проблем с разметкой не будет. Немного повторюсь. Я не стал подключать дополнительные провода на задний ход, так как у меня уже имеется камера заднего вида. Но если вы сделаете все по инструкции, то как только включите заднюю скорость, на экране появится линия разметки помощи парковки. Да, это удобно, но сразу имейте в виду, переключение изображений не происходит автоматически. Появляются только линии. Для того, чтобы линии разметки появились, вы должны выбрать изображение с камеры заднего вида. И это меня дико бесит. Но так как я прикрепил ее в салоне на заднее стекло, линии разметки мне не нужны. А камера стала не парковочной, а обзорной. Как и обычное зеркало. Собственно, установка закончена. На улице уже темно, но изображение вполне себе приемлемое. И что интересно, при выключении или включении зажигания меняется яркость. И дисплей становится чуть ярче, когда зажигание включено. А когда вы кого-то, например, ожидаете в машине, то подсветка более мягкая. Хотя сейчас, наверное, это плохо видно. Ну что ж, сейчас вы видите картинку с передней камеры в дневное время суток. Тут я как раз ехал устанавливать фронтальную камеру. И изображение, можно сказать, удовлетворительное. Правда, я немного неправильно выставил объектив на зеркале, который можно было подвинуть чуть левее. Но теперь вы знаете, что его можно регулировать. Про это я как раз забыл сказать изначально. А вот сейчас съемка в пасмурную погоду. Задняя камера почти ничего не показывает. Но тут нужно сказать, что это мои проблемы. У меня седан, дворников нет, а я приколхозил камеру прямо на заднее стекло. А не так, как нужно. Кстати, все видео сохраняются в высоком качестве в разных папках. И вы быстро сможете скачать их на свой смартфон через стандартное приложение 70мая. А вот так выглядит ночная съемка. И по сравнению с дневной, она меня порадовала куда больше. Даже на полностью темном небе есть какие-то блики и кажется, что ты едешь вечером, а не ночью. И это меня безумно порадовало. При большом желании, поздним вечером, даже в дождливую погоду, я смог разобрать номер стоящего передо мной автомобиля. Подводя итог, могу сказать, что картинка не самая лучшая из тех, что я видел. Но она приемлема и в случае возникновения экстренных ситуаций вполне выполнит свои функции. Наверное, именно в этой модели регистратора главная фишка в его стильном исполнении и крутом экране. Хотя для регистратора это далеко не самое важное. Ну а теперь о скидках и розыгрыше. Продавец предоставил скидку 10 долларов первым 50 покупателям по промо-коду 70MAYEPROAVTO. А самое приятное, что мы решили разыграть этот регистратор среди подписчиков двух автоканалов. Условия конкурса максимально просты. Быть подписанным на два автомобильных канала. ПРОАВТО и АВТОКЛИК. При этом не скрывать свои подписки. Ссылки на каналы вы найдете в описании. Разместить видео у себя на стене ВКонтакте. И написать любой комментарий, прикрепив к нему ссылку на ваш профиль ВКонтакте. Ну и останется подождать итогов розыгрыша. Полную условию части вы найдете в описании этого видео. Если вам понравился обзор, ставьте палец вверх и следите за новостями. С вами был автомобильный канал ПРОАВТО. До скорых встреч.